В Екатеринбурге, в овощном ларьке на Коммунистической 83, что на Уралмаше, хозяин этого торжища Фёдор, россиянин азербайджанских кровей, попавшийся на торговле фунфарями, принародно в урну казнил свой запретный плод. Случилась эта экзекуция в рамках очередного антибутлегерского рейда, проведенного активистами партийного проекта «Единая Россия. Народный контроль» Дмитрием Чукреевым и Иннокентием Шереметом, который является директором телевизионного агентства «Урала», если кто вдруг не в курсе. На этот раз они с проверкой ларьков проехались по «Эльмашу» и «Уралмашу». Успели прошерстить четыре ларя, на которые особенно жаловались местные жители. И, к своему удивлению, запретные фунфырики со спиртом отыскали всего в одном овощном киоске на Коммунистической. А давайте посмотрим, как проходил поиск. Народный контроль Евгении России. Как вас зовут? Калима. Водка есть. Валеная? А, вот же, вот же, вот же они. Калима, почему вы нашему хипстеру-красавцу не продали? Зверобой. А что, подожди, подожди. Можете еще раз сказать, что нашли? Ну, пока... Ну, подожди, какой зверобой-то? Подождите. В чем ты? Давай, доставайся. Вот написано, что зверобой. Ну, давай, доставайся. Это битое все. Опа. То есть вы оцените, бой-то это сколько составляет? 1-2 процента? Можно вот сюда вот вернуться, коллеги? Ну, посмотрите, сколько тут. Обычно спирт хранится у кассира прямо под правой или левой рукой. Вот посмотрим, что под правой рукой хранится здесь. Ух ты! Вот, что хранится под правой рукой. Это называется этанол, этиловый спирт, раствор для наружного применения. Судя по всему, уже большую часть коробки продали. Калима, вы продавали спирт? Или вы чисто лично пользуетесь? Вот, еще коробка со спиртом. То есть я радовался, что мы их добили? Нет, ничего мы их не добили. Спирт прячут везде, где только можно и нельзя. Банка краски. Раз, два, три. И это все чистый спирт, который люди, конечно же, потребляют внутрь, но никак не мажут им конечностей или еще что-либо. Какая-то женщина нам одна добрая. Какая-то коробок всего полный. Вот мы нашли три-четыре полные коробки и одна неполная. Плюс пять. И, видимо, их очень много. Я думаю, еще одна есть коробка. Да, еще одна коробка есть. Всего в этом ларе единоросские народные контролеры обнаружили 224 фунфаря со спиртягой. И это не считая водки и пива. Через какое-то время в ларь подтянулся его хозя, назвавшийся на русский лад Федором. И объяснил, какого фига он приехал из Азербайджана и спаивает местное население. Я вас спрашиваю, где вы это взяли? На Кировском рынке. Где? На Кировском рынке. А где там продают? Ладно, потом расскажут. Зачем вы продаете-то? Вообще-то. Много на этом делают? Вы кто по-моему останавливаете? Да зачем? Все россияне. Но вы граждан России, да? Да. Все равно живетесь. А в Азербайджане можно продавать? Чего нет? Тоже можно. Продают? Наверное, я не знаю. Я устрою себе представляю, как это в Азербайджане можно продавать. Да, можно. Сядь, сядь. Сколько вы продаете в день? Если же дорогой. Федор, сколько вы в день продаете? Да не знаю, 15-20 штук. 15-20 ящиков? Нет, штука, конечно. Ну, ради чего это вы продаете? А по чем продаете? Ну, у вас же написано, всего 30 рублей. Это вы придумали такой маркетинговый ход? Где? Ну вот. По итогам рейда в этот ларь фунфыраторговец Федор раскаялся и собственноручно часть фунфарей казнил. Единоросские народные контролеры вызвали местного участкового, чтобы он, значит, пять полных коробок изъял и выписал штраф нарушителю фунфырышного запрета. Вы скоро будете? Да, да, да. Когда вы подъедете? Ну, я еще нет, я к тебе по Шерстке еду. По Шерстке едете? Да, да, да. Участковый пообещал подъехать. Единоросские народные контролеры прождали его час, но он так и не прибыл. Участники антибутлегерского рейда не на шутку взволновались. Куда делся полицейский? Нет, ну хочется верить, что его по службе выдернули на какое-то тяжкое злодейство. И он позже в этот ларек прибыл и все сделал по закону. Предпринимателям грозит штраф административный, понятное дело. За незаконную продажу это от полутора до трех тысяч. Обычно, обычно как происходит, то есть предприниматель никогда не берет на себя ответственность. Он перекладывается на продавца. То есть продавец сам привез спирт, сам продал, сам отвечает. Потом, наверное, компенсируют ему это. Ну и разумеется, такая практика существует везде. Даже в крупных магазинах, когда продавец нарушает, он всегда отвечает самостоятельно, а потом ему компенсируют. И проблема в том, что наказание в данном случае очень низко. Если вот этой вот женщине бы впендюрили штраф сразу в тысяч 30, она бы подумала в следующий раз торговать или нет. Это был самый злостный киоск из четырех проверенных народными контролерами, но и остальные три оказались, мягко говоря, не кристально чистыми. Ну вот, например, продуктовый ларек на Шевской 93. Крайний раз Дмитрий Чукреев здесь был с проверкой 13 августа. И тогда обнаружил залежи пива, коим запрещено торговать вне стационарных ларьках. Тогда участковый счел возможным пенистый товар не конфисковать, а оставить в ларьке на ответ хранений. Ну и типа опечатал. Свердловский руководитель партпроекта «Единая Россия и народный контроль» Дмитрий Чукреев спустя полмесяца осмотрел эти, типа запечатанные пивные залежи и понял, что их потихонечку распродают. Слежит корм для кошек, а тоже две бутылки лежат с пивом. Вот для чего это? Ну, что полмится на таблине. Приторговываете, да? Приторговываетесь-таки, да? Местные жители пожаловались на постоянный шум, на драки, на пьяниц, что этот павильон торгует спиртом, пивом, водкой, паленым коньяком, все, чем угодно. 13 августа мы сюда ездили, нашли здесь огромное количество спирта, пива, различного другого алкоголя, алкашей было очень много. Вот, сегодня мы увидели, что здесь, ну, пиво есть, хотя бы спирта нет. Пиво он торгует однозначно здесь, это факт, вот, но спирта мы здесь не нашли. Это, конечно, прогресс, небольшой, но прогресс. А здесь опечатано, да, полу-другой? Ну, она говорит, что опечатано, сотрудники полиции почему-то не изъяли все это, оставили в местное охранение, надо будет разобраться, выяснить. Потому что, когда мы были здесь, они начинали все это грузить в машину к себе. А потом, видимо, мы уехали, и они решили что-то оставить здесь. Больше, да, было? Да, однозначно, однозначно было пива больше здесь. Здесь было около бутылок 300, а сейчас гораздо меньше всего. Как думаете, они продали его? Ну, судя по тому, что пиво в Китикате лежит, то, конечно, продают. Или вот еще для примера ларек на улице Восстания. В нем запрещено торговать любым алкоголем. А народные контролеры обнаружили и полный холодильник пива. Более того, залежи пиваса отыскались в сортире. Чего, прямо здесь пиво, что ли? О, вот это интересно. Вот представьте, покажите гражданам, что они лакают. Прямо из сокровенных мест где-то пиво достали. Пиво из туалета. Но пиво это меньше из бутлегерских зол. Зоркий Иннокентий Шеремет без труда обнаружил в ларике целый алкогольный букет. Тут и водка, и конь, и шампунь. Пусть не паленые, но все-таки запретные. Но больше всего, например, Иннокентия Шеремета удивило в этом антибутлегерском рейде то, что в каждом ларьке стояли одинаковые игровые автоматы, которые в наших широтах вроде как запрещены. И все торговки вот прям не знают, кто это их поставил. У вас игроманы тут ошиваются с утра до ночи? Ему удавалось хоть что-то выиграть больше старых дней? Сколько они просаживают? К вам женщины не приходят? За волосы вас и их мужей не таскают? Вот Наталья улыбается, ей весело, все хорошо. Я играть, кстати, играть я ную вообще, саблиш. Абсолютно нелегальный автомат игровой. Все улыбки. То есть просирают зарплаты, пенсии, стипендии. Да. Наталья улыбается. И бабушки играли. Да, конечно, бабушки. А потом с воплями выходят. Пенсии у нас низкие, пенсионный возраст подняли. А они вон туда спускают. Ну вот именно вот эта проблема, она длится с 2014 года. И с ней повсеместно все пытаются бороться. Но законодательство в данном случае на стороне предпринимателей, которые сумели обойти и найти лазейку, и ей воспользоваться. Поэтому они стоят. Если бы лазейки этой не было, то их бы давно уже не было. Все бы убрали. По итогам рейда единоросские народные контролеры Шеремет и Чукреев сделали вывод, что несмотря на тотальную косячность ларечников, прогресс в Арджинькинском районе все-таки наблюдается. Надо сказать, что еще два года назад наглую торговали. То есть проходит рейд, через два-три часа можно повторять его, будет все то же самое. У меня любимый ларек до сих пор остался на технической, на сортировке, на ДК-воз. Его киргизы держат. Там это просто, там за раз можно было 500-600 шкаликов выгрести, приехать на следующий день, и там перемешку с молоком, со сметаной, просроченным за предыдущие года, все это лежало. Сейчас этого нет, но все равно, вы видите, они торгуют нелекально и пивом, и водкой. Все торгуют и делают вид, что мы шкаликов вообще не продаем, фунтферин. Типа исправились, да? Нет. Я вам говорю, это самая главная наша проблема нашего государства. Пьянство и алкоголизм – две главные проблемы. Если бы этого не было, страна бы изменилась буквально в течение нескольких дней. Уже что, Наталья Валерьевна, уже, понимаете, вы травите народ, уже через год продолжительной жизнью у нас в стране больше 80 лет было. Преступность бы к нолю упала. Вот вы поете людей всякой этой дрянью, они идут потом, воруют, убивают, грабят. Серьги с мясом у вас же выбирают. Уже давно, с 2013 года, существует закон, который запрещает продавать алкогольную продукцию во всех несоценарных объектах. Недавно была трагедия в Веркузске, которая каких-то предпринимателей научила жизни, каких-то нет. Вот и встречаются сегодня. Мы проверили буквально всего четыре киоска. В каждом из них мы увидели пиво и только в одном нашли спирт. Конечно, с одной стороны, это прогресс, что нет спирта. С другой стороны, есть и джины, есть и водка, есть шампанское.